Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Большая чистка. На пляжах курорта днем и ночью ликвидируют последствия массового выброса мусора. Докопаться до корней. В рамках конкурса «Семейное древо» 30 анапских семей восстановили свои родословные вплоть до XIX века. Как искрятся таланты. Подведены итоги Всероссийского фестиваля «Звездный дождь». Какие места на творческом небосклоне заняли анапские звездочки, расскажем. Небывалое количество мусора выносит море к берегам Анапы в последние несколько дней. Что стало причиной массового загрязнения? Возможно, изменения донного течения или инженерные изыскания, которые ведутся сейчас по проекту «Южный поток». Однозначного ответа пока нет. Между тем, практически круглосуточно службы города-курорта ведут борьбу с мусором. Пик работы приходится на ночное время, когда на пляжах есть где развернуться техники. Район Джемете. Комплект стандартный. Бревна и палки. Пластик. В основном упаковка. Консервные банки, пляжные тапки. За четыре дня муниципальные службы вывезли порядка 140 тонн мусора. Специалисты говорят, что для лета это очень много. И далеко не факт, что со следующим штормом не выбросит еще. В таком количестве на протяжении трех лет уже не было. Я думаю, что, скорее всего, это какие-то донные отложения. То, что залегло на дни и выбросило. Юго-восток дул, да, волна поднялась, и у нас такой малой случился катаклизм. Днем собирается тот мусор, который лежит на берегу в куче, ночью вывозится тяжелой техникой. Бревна и ветки смывают с гор дождевыми потоками. Обычно пик таких выбросов приходится на весну. В этом же году погода на побережье резко изменилась. Часть мусора оказывается за бортами кораблей. Местный, в кавычках, производитель также представлен достаточно широко. Работа идет на 16 километрах песчаных пляжей. Прицеп с говорящим названием «Бурлак» в районе Витязева уже практически полный. Сейчас он весит порядка 5-6 тонн. Его тянут два трактора. Они не вязнут в песке. Такую схему здесь называют оптимальной. Надежда Мангушева работает на пляже больше 10 лет. Основные инструменты, руки и иногда грабли. Когда машину собираешь, много песка уходит. Я привыкла, мне нет. А вообще тяжело очень. В городских службах пояснили, что хотят рывком справиться с выбросом мусора, чтобы потом просто поддерживать чистоту. Вместе с тем, какие еще неприятные сюрпризы готовит море, никто предсказывать не берется. Работа ночному дозору найдется в любом случае. Вопрос в ее объемах. Сегодня городским службам пришлось заняться ликвидацией последствий еще одного выброса, но уже техногенного в селе Суко. Проблема с ветхими канализационными сетями там стоит остро много лет. Построенные и до сегодняшнего дня принадлежащие Министерство обороны России, коммуникации не обслуживаются собственниками, как это требуется. Администрация Анапы совместно с Роспотребнадзором понуждает собственников крупной санатории принимать меры к устранению проблем. Машины сантехнической службы приезжают по несколько раз в день на центральный проход пляжа Суко для откачки канализационных сбросов. Владельцы сетей, располагающиеся рядом с дравницей, до сегодняшнего дня проблему просто игнорировали. Пока в ситуацию не вмешалась администрация города, Роспотребнадзор и военное надзорное ведомство. Поступает шквал обращений от жителей сельского округа, от отдыхающих. В основном от отдыхающих. Естественно, им не нравится происходящее. Мы в течение четверга, пятницы, выходные дни работали в экстренном режиме. Пытались откачивать, вывозить канализационные стоки. В пятницу проводили обеззараживание этой территории хлоркой. Коммуникации построены Министерством обороны. Федеральное ведомство выдает технические условия, присоединяя все новых и новых потребителей. Администрация Анапы направила десятки писем в Минобороны с требованием провести модернизацию сетей. Военную прокуратуру с просьбой вмешаться. Аварийный участок находится на территории санатория «Золотой берег». Однако руководство учреждения нести за него ответственность не собирается. Территория на самом-то деле – это Министерство обороны. Коммуникации не наши. Наши коммуникации, которые относятся к санатории «Золотой берег», находятся на другой стороне реки. Мы сюда вообще не имеем никакого отношения, ни выброса, тем более. Все это находится, труба идет с той стороны, со стороны тех лагерей, частных секторов. А здесь просто наша территория и все. Чтобы ликвидировать последствия выброса канализационных стоков, в решение проблемы включилась городская администрация. Сегодня мы выполняем ряд работ, которые все-таки, думаю, обеспечат, чтобы канализация не вытекала на проход к морю. Проведем дезинфекцию этой территории, почистим. Как будет происходить дальше, мы можем только прогнозировать и смотреть ежедневно, ежечасно осуществлять мониторинг этой ситуации. Увеличивать, может быть, получится увеличить объем перекачки, если насосная станция будет работать в авральном режиме. Ну, будем смотреть. Сегодня жилополучный колодец был восстановлен и поднят над уровнем земли практически на метр. Это предотвратит дальнейший разлив канализационных стоков. Сейчас владельцам сетей совместно с эксплуатирующей организацией необходимо откачать колодец и прочистить канализацию. Ситуация остается на контроле городских властей и Роспотребнадзора. Получить с государственной услугами, но и бюрократические барьеры. Сегодня это легко сделать с помощью сайта госуслуги.ру. На сегодняшний день уже почти 20 тысяч анапчан, не выходя из дома, получают или меняют паспорта, регистрируют автомобили, записывают детей в очередь в детские сады, узнают о задолженности перед налоговой службой, свой ИНН на состояние лицевого счета в пенсионном фонде. И это далеко не полный перечень услуг, которые можно получить с помощью удобного портала. Более того, пошлины оплачиваются через портал с 30-процентной скидкой. Пользоваться этим порталом очень удобно. Там есть определенный набор услуг, которые портал формирует автоматически по жизненным ситуациям. Они сформированы. То есть, к примеру, это рождение ребенка, постановка в детский садик. Пользователь выбирает определенную жизненную ситуацию и автоматически подбирается набор услуг государственных и муниципальных, который связан именно с этой ситуацией. Для создания личного кабинета в системе нужно указать паспортные данные, СНИЛС, электронную почту и номер мобильного телефона. И для подтверждения учетной записи необходимо с паспортом обратиться в МФЦ, Управление пенсионного фонда или Центр занятости населения. И к другим темам. На полях Анапы началась уборка зерновых. Первыми на поля вышли два крестьянско-фермерских хозяйства и ЗАО ОПХ Анапы. Массовая уборка пшеницы на полях Анапы начнется 6 июля. При сохранении ясной и сухой погоды на нее отведено не больше 10 календарных дней. Зерновыми в Анапе засеяно свыше 10 тысяч гектаров сельхосугодий. По прогнозам Управления сельского хозяйства, урожай ожидается не ниже прошлогоднего, свыше 50 центнеров с гектара. Число участников конкурса «Семейное древо» выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали организаторы, представители муниципального управления, семьи и детства. На конкурс присылали самые разные работы со ставкой как на масштабность, так и на оригинальность. Она очень оригинальна тем, что в данной работе показано, чем интересуется семья, чем занимается семья совместно в вечернее время, чем увлекается семья, читает стихи, чем любит заниматься семья в свободное время. То есть они катаются на катере, загорают и так далее. Вот данная фотография подтверждает интересы семьи. Это лишь часть работ. Есть и другие, выполненные в самой разной технике. Одна из семей восстановила свою родословную с 19 века. В другой, помимо прочего, указали не только имена родственников, но и то, чем они занимались. Конкурс «Семейное древо» проводится второй раз. Если в прошлом году заявки на участие подали около 20 семей, то в этом году уже около 30. Имена победителей назовут в День семьи, любви и верности 8 июля на Театральной площади. Интересы людей виден, люди участвуют в конкурсе, интересуются. Но это сподвигает тому, что люди, как бы, семьи более сплочены становятся, семьи занимаются каким-то единым делом, появляются общие интересы, узнаются корни. Но это довольно-таки интересное занятие и очень познавательное. На базе Всероссийского детского центра «Смена» стартовал федеральный проект по решению гражданских кейсов «Ты решаешь». Реализуемая ассоциацией волонтерских центров совместно с Российским движением школьников. Проект ведет свою работу во всех крупнейших детских центрах федерального значения. Мальчишки и девчонки учатся искать нестандартное решение социальных проблем. Например, если у Деда Мороза очень не вовремя сломалась машина. Вот как вы, как руководитель этой компании, что думаете, о чем вы сейчас думаете и какие у вас идеи есть, что делать? Вызывать асси. Стоп. Вызывать асси ехать. Добровольцы своих позвольствий помогли. Добровольцы своих позвольствий есть, чтобы помогли. Три часа врачи, первого я не могу. Если я руководителя, я ему скажу, решаю проблему или эти углы. Сразу после мастер-класса представители центра добровольчества в ДЦ «Смена» разделились на 10 групп и применяют полученные знания на практике. Сегодня им предстоит защитить свои проекты. Прежде всего мы хотели бы приобщить ребят к решению проблем, которые существуют в современной России. Но не тех проблем, которые может решить государство, не тех проблем, которые может решить бизнес, а тех проблем, ну мы называем не проблем, а задачи, да, которые могут решить ребята, общество. На защиту проекта у каждой группы 5 минут. Еще столько же, чтобы ответить на вопросы жюри. Некоторые ищут оригинальные способы, чтобы проиллюстрировать свою проблему. Нет, ребята, так нельзя, это расточительно. Юные волонтеры представляют самые разные темы. Разделение бытовых отходов, экономия электроэнергии, проблемы чрезмерного потребления воды. Мне очень нравится решение кейсов. Мы научились грамотно мыслить в отношении общества, понимать общество, то есть почему оно использует неэффективную воду, почему оно не хочет использовать эффективную воду, и какими способами мы можем научить его использовать воду эффективно. Мне кажется, дети очень хорошо справились с задачей, так как они высчитывали ЖКХ, всякие проценты, какая будет коммунальная услуга, какие цены, то есть они все рассчитали, все проблемы, все средства, которые им понадобятся. Лучшие проекты примут участие в следующем этапе программы «Ты решаешь». Победители станут участниками форума «Доброволец России-2017», а самые актуальные работы будут реализованы на практике. Анапские творческие коллективы в очередной раз доказали профессионализм. На Всероссийском фестивале «Звездный дождь» наши артисты завоевали сразу несколько гран-при. Всего в конкурсе приняли участие около 2000 ребят со всей страны. В течение трех дней конкурсанты боролись за звание победителей в различных номинациях – вокал, хоровой пение, инструментальный жанр, хореография, изобразительное искусство, фотография. Победители получили призы, дипломы и путевки на фестивале более высокого уровня. Песня о мифологическом герое Икаре стала для Софьи Бейман путеводной звездой. На фестивале «Анапчанка» взяла гран-при. Занимается пением уже на протяжении 10 лет. Недавно вернулась из Сочи с конкурса «Поколение Next», где прошла во второй тур. К фестивалю «Звездный дождь» Соня готовилась две недели. Занималась вокалом по несколько часов в день. По ее словам, конкуренция была очень серьезной. Но она смогла справиться с волнением и выступила блестяще. Выступаю, когда я на сцене. Я пою даже не для себя, а для зрителей. И получаю колоссальное удовольствие, когда аплодируют. Аплодисменты для меня. Это настолько бодрость, духа. Сразу поднимаются. Вот я, да, на сцене стою. Для меня гран-при. Самая вышедшая для меня планка. И отступать от нее ни в коем случае нельзя. И настолько радостно. Такая ивпория. Настолько такие перепрошенные чувства. Фестиваль «Звездный дождь» проходит в Анапе второй год. Как отмечают жюри и организаторы, возросло не только количество участников, но и их профессионализм. В этот раз победители определились с трудом. Все участники были достойны первых мест. Анапа завоевала сразу четыре гран-при. Среди победителей и образцовый художественный хореографический ансамбль «Конфетти». Анапа, она всегда город-курорт Анапа, рождает своих талантов. В этом году было очень интересно, очень сложно было жюри, потому что настолько был сильный вокальный и хореографический конкурс, что никак не могли даже оценить, вот как, сколько дать гран-при, сколько дать первых мест. И в общем-то мы, я раскрою маленькую интригу, дали больше, чем обычно. В Анапе фестиваль продлился три дня. Финальный международный этап «Звездного дождя» пройдет в городе Владимир. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски «Тавровские» 189,90. «Московская» оригинальная 249 рублей. «Салями» финская 657 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» 93А. «Крымская» 98. «Амелькова» 28. «И Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 5 июля в Анапе ожидается переменная облачность. В течение суток возможны дожди. Температура воздуха днем плюс 28 градусов, ночью прохладнее – 20 выше ноля. Ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин